Руководство концерна «Латвия с Дзелсельж» провело встречу с руководителями самоуправлений Латгалии, чтобы обсудить предстоящий проект электрификации железнодорожных путей. В нашем крае планируется электрифицировать два направления – Дагуфплс и Резекне. На встрече глава «Латвия с Дзелсельж» Эдвин Берзинч рассказал о предстоящих работах, а также выслушал мнение руководителей самоуправлений. «Дискуссия была очень конструктивной и откровенной, и это важно. Мы готовы к критике, мы готовы к различным инновационным решениям или предложениям. И, исходя из услышанного, можно говорить о том, что Латгалия поддерживает эти проекты. Благодаря этим проектам в будущем может возрасти грузооборот через так называемые наши латгальские ворота – Резекне. Также это даст экономический рост». Представители самоуправлений были единодушны в своей оценке проекта. Вложение огромных инвестиций в инфраструктуру однозначно положительно отразится на развитии региона. Причем 38% инвестиций планируют сосвоить местными предпринимателями. А именно, деньги пойдут на оплату труда, материалы, технологии. «Понятно, что все основные работы будут производиться на территории Латгальского региона. И понятно, что очень большая часть всех проектных затрат будут оставаться в регионе. Это первый эффект. Конечно, это для людей, для работы, для налогов. Это очень позитивно. Но и второе, конечно, надо смотреть все остальные социально-экономические результаты от этого проекта. Потому что и интенсивность поездов, и, скажем, то, что мы переходим на для среды благополучного другого вида транспорта, это очень важно. Там, где приходят инвестиции или капитал, они всегда, часть остается. Это не только измеримо, что тебе в кошельке, это госбуджет, скажем так далее, но это ближайшие, которые даже не связаны с этим проектом. Это питание, проживание, все остальное». Проект электрификации позволит грузоперевозчикам снизить затраты на эксплуатацию и энергопотребление подвижного состава почти в два с половиной раза. Это повысит конкурентоспособность транзитного коридора Латвии на международном уровне. Также в выигрыше будет и экология. «Я думаю, что в выигрыше от проекта будет весь регион. Деньги будут вложены как в инфраструктуру, так и в окружающую среду. Мы переходим от засорения к безвредному транспорту. И это очень важно. Особенно это важно для таких городов, как Екопилс, Резакна, Дагопилс, где железная дорога пересекает центр города». Во время обсуждения был поднят вопрос о рабочей силе. С предстоящими переменами требования к уровню образования работников железной дороги изменятся. И уже сейчас понятно, что предстоит обучать новых специалистов. Ко всему прочему, главы самоуправлений надеются, что реализация проекта поможет снизить отток работников из региона. А возможно, для кого-то даже станет поводом вернуться на родину из-за границы. «Мне, как члену Совета по надзору Резакненской свободной экономической зоны, было очень интересно услышать видение развития. Я думаю, этот проект принесет благо всей Латгалии, не только Резакна и Дагопилсу. Благодаря проекту будут создаваться новые рабочие места. У предпринимателей появятся новые возможности, как, например, производство какого-нибудь продукта для этого проекта. А также для проекта «Райл Балтик», поскольку электрификация имеет отношение и к этому проекту. Сейчас предприятие проводит закупочную процедуру. Первый этап проекта должен быть реализован до конца 2023 года. Общие затраты на его реализацию составят 441 миллион евро. Это деньги из фонда КХЗ и ЕС, а также финансирование Латвийской железной дороги. Кроме того, в ближайшие годы в Дагопилсе и крае будет реализовано еще два проекта – строительство парка приема поездов и модернизация сортировочной станции.